На этой же неделе важные решения принимали в соседней Астрахани, это уже в России. Там впервые за почти 20-летнюю историю переговоров лидеры прикаспийских стран договорились, как делить море. По своим результатам встреча в Астрахани превзошла ожидания, хотя накануне отдельные скептики сомневались, что она вообще состоится в заявленном формате. Ходили слухи, не все президенты будут лично. Мол, в ситуации, когда мировые державы через санкции колоссально давят на Россию, лучше с визитом повременить. Но приехали все. Главная интрига, удастся ли продвинуться в вопросе о разделе моря. Каспий занимает второе после Персидского залива место по запасам углеводородов. Нефти 48 миллиардов баррелей, газа 8 триллионов кубометров. И от такого пирога каждому хочется кусочек побольше. Пожалуй, только Иран настаивал дно и воду разделить поровну. А, к примеру, Россия всегда предлагала часть моря оставить общей. Спорили в 18 лет и, кажется, договорились. Весьма значительным является положение о том, что большая часть акватории Каспия остается в общем пользовании сторон. Благодаря всему этому теперь исключаются недоразумения или какая-то напряженность в межгосударственных отношениях, которые раньше могли появляться из-за разного толкования режима Каспийских вод. Сошлись на следующем. Каждая страна получит 15 миль акватории под суверенитет и еще 10 миль с исключительным правом на рыболовство. Итого 25. Это чуть меньше 50 километров. Остальное водное пространство одно на всех. Автографы на документ президенты ставят на глазах у сотен журналистов. Впрочем, в подписанном политическом заявлении говорится не только о разделе Каспия, но и его безопасности. Вопросы безопасности на Каспии, конечно же, требуют особого внимания. Но должен сказать, что с учетом того уровня взаимодействия и доверия между нашими странами, каждая прикаспийская страна в то же самое время обеспечивает свою безопасность, обеспечивает безопасность своего соседа. Азербайджан очень удовлетворен сегодняшними результатами, документами, договоренностями. Лидеры Каспийской пятерки принципиально договорились, третьей силы в регионе не будет. Решение архиважное в ситуации, когда Россию обвиняют в разжигании конфликта на Украине и пытаются максимально изолировать. А у Ирана под боком в соседнем Ираке идет война. По сути, иранский корпус в страже Исламской революции уже противостоит террористической группировке Исламское государство Ирака и Леванта. Недавно Вашингтон даже предложил Тегерану стать союзниками в борьбе за демократию на Ближнем Востоке. Но президент Рохани отправился в гости к российскому коллеге. Каспий должен быть вне гонки вооружений. И в нашем регионе не может быть чужих флагов. Кроме политического заявления, Каспийская пятерка подписала три соглашения о взаимодействии при чрезвычайных ситуациях, о сотрудничестве в гидрометеорологии и сохранении биоресурсов. А после официальной части саммита президенты прогулялись по набережной Волги и выпустили в реку Мальков-Белуги. На кнопку, которая открыла бассейн с молодняком, одновременно нажали пять рук.